Ну вот смотрите, на той стороне Самбуру, да, такой красненький, а здесь, ну, вы помните, какая там земля, здесь просто песчаная, ой, как мотыляет, песчаная, серая, песчаные дороги с камнями, и такое впечатление, что дождь здесь не шел, хотя переехать там, ну, я не знаю, ну, разделение вообще маленькое, там 5 километров между парками. Нет, не шел, не было здесь даже. Интересно. Потому что сухая территория, там, вон там, вот, идет река, она еще красная, на этой стороне, она еще серая. Сейчас я вам увеличу, вот река, да, там красная, а тут серая. Вот такая, такая интересная природа в Самбуру, в Африке, в Кении. Дорогая, мы прямо к ним и приехали, Наташа увидела котиков, котики в 10 метрах, не знаю, есть ли смысл. Ну вот, вот такая красота, мы их и увидели. И вот, смотрите, это не просто, там, пару животных, это прилично. Это же девчатка? Это лайнес? Да? Лайнес? Да, лайнес. Это все самочки. Ехали, ехали, привели. Наташа сразу закричала, они вверху были, мы объехали и увидели. И они такие, Наташа, да не кричите, не так это. Такие симвочки. Ну, честно, я вам скажу, очень они с травой сливаются. Вот смотрите, одна легла уже вправо. Вот где вы ее увидите? Я такая как раз говорю, Наташа, трава здесь? Трава, нужно смотреть. А, это Стив передает по рации, что давайте, мы нашли. Ну да, честно, делиться. Сейчас бедные такие лайнесы болеют. Ну, смотрите, они на дороге лежат, и это шикарно просто, что мы их увидели, мы их нашли. И это странно, ребята, солнце жарит вообще просто очень сильно. Жарко, я вам передать не могу, честно. Очень жарко. Смотрите, как они дышат. И зачем-то они вышли погреться на солнышке. Ну, не знаю. Пишите в комментах, кто знает. Конечно, ставьте нам лайки, здорово, что мы нашли этих кошаков. Ой, красота. Ну, не в ту сторону смотрят все. Мне это как-то напрягает. Может, самсы сзади могут быть? Да, на всякий случай, как-то надо бы назад посматривать в такой ситуации. Ох, вообще, ну, они какие-то такие молоденькие. Вот мы видели таких ленивых, в Амбаселе, в Цаву, они лежали. А эти прям такие поджарые такие вот. И прям, а чего оно сюда идет-то? Нет, там что-то есть. Оно на кого-то рычит сзади. Ох, такая Симба красивая. Вообще класс. Так, что-то случилось, и они пошли. Что-то случилось? Ну, не знаю. Мысли. Где? О, Симба. Это две Симбы пактически. Да, маленькие. Представляем вам Симбочек. А может, то и львенок, он может во льва еще вырастить. Ну, конечно, Симба же был такой лысенький, он же и сразу с гривой родился. Причите, причите. Вот, да, все передают, ну, мы передаем по рации, мы нашли львов, все искали львов, все. Еще, елки-палки, тот вы вообще не видели. И вот этот вот идет. Вот так вот ты выйдешь, приспичивая тебе в саванне. Мы сейчас за ними будем ехать, но вопрос, надо ли это. Ну, надо, наверное. Не, но вопрос, что мы открыты, и, как Наташа сказала, на самом деле мы были в пяти метрах, не в десяти. Нет, вот отдали в десять, а это вот... В ближних пять метров было, откуда мы знаем, что у них. Они сюда запросто запрыгнут. Так, с вас лайки, и мы с вами едем за Симбой. Это мы их провожаем экскор... Так они по дороге идут. Они идут по дороге, просто там они... Там вода, она пошла в воду, посмотрите. Ну, ничего, сейчас будем наблюдать, если что, поедем спиной. А Симба не боится, кстати. Симба идет себе, как эти вот... Нет, просто его не защищают, как защищала слониха-слоненка. Симба спокойно идет, и он не боится вообще. Молодец. Это водичка, но он вообще не боится. Настоящий лев. Слушайте, ну это кайф, это кайф. Нет, нахои. Никак, будем ждать, а потом сдадим назад. Мы не можем их беспокоить, во-первых, а во-вторых, ну смотрите, ну это опасно. По-моему, гид рады больше, чем... Да, гид такой, наконец-то нашли, ура! Нет, наконец-то он звезда эфира. Да. Смотри, сейчас они будто как отхлебнули, не так жадно, как львы пили в амбасселе. Хлебнули и пошли, такие, блин, умные, умные. Это, конечно, хищники, но такие умные кошки. Ой, извините, камера ходит, очень тяжело держать. Такой хвост, как прям музыку наложить. Не, мотор нет смысла, мы же едем. Я надеюсь, нашим зрителям слышно и видно. Ох, вы извините, сейчас... Очень тяжело, честно, держаться и ехать, болят руки, потому что все время вот цепляешься вот так вот постоянно сейчас. Даже не покажу вам. Вот, покажу, как я рукой держусь постоянно. А левая смотрит на нас. Опа. На лыжку. Смотри, там... Не-не-не, Стив, куда же ты едешь-то? Ты что, шутишь, блин? Ладно, давай, но они тогда будут в метре от нас. Еб, копать. Да мы сами испугались, боже. Она рванула, я отпрыгнула, короче. Ох, вот это да. Ой, Симба. А малыш Симба вообще красавчик. Боже, какая бусинка. Ой, все. Ну, он уже подружили, она. Ну, он такой поджарый, красивый. Второй лев такие. Ну, так это стая, значит. Знаешь, что он один лев? Мне тоже показалось, что он последний, кто встал с кустов, с тех, когда мы не заметили. Мне показалось. Львицы лежали, львицы ждали. Симба, малыш был с львицами. Уходят в саванну стая. Правильно, это король лев, правда без грива. Это Симба. Все, вот здесь, малыши. Точнее, малыш и лев. Ну, еще раз, посмотри, у него сзади под хвостом и ушли. Не, ну были же в этой, в Амбаселе или в Цава, я уже не помню, боже, львы без грива. Без грива, да. Ох, Симба, красавец. Гоно, ну, гоно, ну, это лев. Это не львицы. Лев и Симба. Друзья, мы рады, что нашли и увидели львов в живой природе. Здесь Баффало. Ставьте лайки, пишите комменты, как вам. Это просто какая-то красота неимоверная, этого наблюдать. Столько вместе я не бачила. Да, и они вот такие вот, те были какие-то такие уставшие, как пожилые, ленивые. А эти, смотришь, мышцы. Да, бомбешки висят, там это. Подождите, я сейчас хочу... Да, это лев. Вне сомнения, ставьте лайки, это лев. И мальчик лев. Ну, тут вот с ним, это тоже лев. А, да? А, я думала, один лев. Это не кистая. Это не девочка. И девочки ушли уже, девочки уже их и не видно. Не, аж тут видно еще. Боже, какая красота. Это просто сказка. Можно долго смотреть, наблюдать. Вот эти вот виды, горы, уходящие львы. Ну, же, это красота, действительно. Короче, мы их сорвали. Смотрите, львы ушли, но мы их догнали. Не только потому, чтобы видео сделать, показать. Это, оказывается, это первые львы на этой неделе. Сегодня воскресенье, которые вообще были замечены. И сейчас мы стоим, как этот, как компас, как маяк, чтобы люди приехали и их увидели. Стив вообще сказал, похлопать Наташе. Она молодец, что она их увидела. В общем, поставьте лайки. Надеюсь, люди приедут и будут довольны своим сафари сегодня. Боже, леопард, мы нашли леопарда. А где он? Лапа расставила. Так а где? Вот спиной мы его видим. Вот это дерево прямо, нижняя ветка, потом немного верхняя. Лево, смотри. Боже, леопард. Зараза. Вот это мы сказали людям, где львы, и нам добром откликнулось. Мы нашли леопарда. Боже, ну это очень далеко. Это просто кошка развалилась и спит. Не, мы бы не увидели бы так. Жизнь бы не увидели. Это гид-мальчик нас позвал с другой машины. Спасибо им. Я думаю, чего Стив так подорвал? Думаем, сами, наверное, не могут найти льва. Мы сейчас их привезем. Ну-то, конечно, я приблизила 5,9 у меня на первом ходе. Но он от нас метров 60, кстати. Ну и спит ноги, выставила, это спинка, а голова там, туда на речку дивится. Ой, красавец. Ну, это после львов нам такое счастье привалило. Да, вообще, слушайте. А льви, до речи, мы побачили вперше, я побачила. Да, Наталка молодец. И это за неделю никто не видел еще львов. Парк, львы, это что, такая сказка сегодня в Баффало приехали. Это просто красота. Может, это диво. Сейчас еще могу увеличить. Нет, максималочка. Это требуется легко под пузом, да, зафиксировалась и спала. Это да. Пока мне гид объяснял, я не поняла. Наташа объяснила. Когда она сказала, вот, шлино, я уже сразу поняла. Это я не знаю, как мальчик заметил. Это невозможно. Ну, это, наверное, это просто нюх такой, знаешь, и оку такие. Нет, в жизни не побачишь, что цена. Красивая. Наблюдаем, это такой кайф. Пытались вам в бинокль как-то приблизить, но не получает. Просто спит, потом немножечко головой так поворачивает в сторону, хочет пить. Как прям открывает, язычок красный было видно. Он так разварился, ножками обхватил, лапками обхватил это дерево. Вот такой вот, спит такой, ну вот, без задних ног, можно так сказать. Такое чудо. Вот хочется стоять и наблюдать. Просто класс. Посмотри, как тут. Сейчас попробую вам снять. Он немножко вроде повернул мордочку. Смотрите. Ну, увидеть такое, я не знаю. Но такая насмотренность должна быть. Ну, вот в бинокль такой яркий, плюшевый такой, оранжевый. У меня такое ощущение, что он из плюша. Лежит, завалился, красота. Жарко. И все, все на темночек. Ты представляешь, как он засыпает, что он удержится? Он не падает. Да, у него такое, как бы, какое-то уже десятое чувство, не знаю. Тут на кровати спишь, кажется, что это тебя. А, в поезде на полке. Ну, этот, конечно, леопардик просто красавец. О, что, что, малыш, что такое? Что-то, оп, глупо мне. Ой, красота. А он спит. Да, он спит. Друзья, мы поймали с вами пятого. Помните, в пятерке это был леопард, а не читах. Вот мы с вами всю пятерочку и поймали знаменитых животных Кении. Ну, конечно же, смотрите, все наши плевисты Кения вернулись в Кению. Это кайф. Сафари, это кайф. Слушай, вот реально, люди забирают энергию. Большинство. Да, животные дают. Согласны? Ставьте лайки. Ну да, водитель дверь ухлопнул. И он такой, что такое? Вот какие глаза у него красивые. А дышит, боже, у него вот этот кадык, или как сказать. Может, прямо по дому. Он такой, что вы меня побеспокоили? Я не понял. А так же их, конечно. Ну да, животное бедное. Как там эти львята теперь, боже? Как они под кустиками? А симбочки потешные, леопард потешный, боже. Какие классные животные. Это супер. Все, малыш, спи. А теперь смотрите, еще и слоны. Но какие. Они здесь серого цвета, как и пумбочки, кстати, да? Земля такая серая. Хотя мы это на час, я вам не сняла, мы пробирались по каким-то болотам красным. Да, просто красные такие реки текут прямо. А вот здесь снова выехали. Такую сухую серую территорию. В смысле дороги серая, земля серая, пыльная. И слоны такого же цвета. Они красные, как самбою. Просто интересно. Но очень далеко, метров 200 от нас. Боже, вот сикава, как они вот сейчас жарко. Как им жарко, но тоже, правильно? Привыкли они. Это импалки. Смотрите, какое стадо. Это все леди. И один с... А, вон с рогами вижу. А, вот он. Вот это у него гарем. Боже мой, ничего себе. Он собрал толпу. Красавчик мужик. А мой мальчик там далеко-далеко с рожками. Угрузка много. Угрузка много. Вон мужчина. Человек. Украинский... Украинский человек. Украинский человек. Чо-ло-вик. Чо-ло-вик. Чо-вик, коррект. Чоловик. Вот один мужик столько женщин собрал. Это я не знаю. Ну, красавчик, в принципе. Слушай, мы не бачили, чтобы так огромное было богато. Ну, смотрите, как импалы пасутся в цветочках. Красота. У него было очень гарное место. Аж случайно это траву рвут. Ух. Смотрите, это не снег. А там цветы такие. Вся территория в цветочках. Уже садовка. Субтитры сделал DimaTorzok